Субтитры сделал DimaTorzok Так, щас, 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 подожди, дарю, счехлю Так, подожди Для начала мне нужно немножко с захватом подрочиться One second, нахуй Давай, набей вдохновение Так, щас Щас, блять Так, всё, я выключил звуки игры Короче, если они придут, мы узнаем Ну чё, блять, вначале было что? Вначале было слово Ну да, вначале были древние И словом были древние Такие жабы вообще мерзкие Жабы? Да, он опять реактор сделал Да пухай Ну видимо два на два будем Видимо у него один товарищ придёт Так вот Ну, жили они и дружили Но на свой идиотизм не стали делать Да подожди, ты слишком быстро, блять О, кто-то пришёл Так вот Блять Тихо, блять Ты слишком быстро Ты даже не рассказал В чем они особенные, алё Короче, это были очень древние Крутые ксеносы Ну не круто ты рассказываешь Не круто Там никто нихера не понимает Ты тебе сказал даже Блять Это были жирные ксеносы сычи Блять Трос, мы сейчас в хатку пойдём Давай потом, потом, блять Ставь галку, галку, блять, ставь Я расскажу как надо Я расскажу, блять Ты даже не сказал, что это было за пару миллионов лет до людей Ты же сказал вроде Нет, не сказал Ты, блять, тупой Гораздо больше Гораздо больше Нет, нет Нет Пару миллионов Слушай Некроны спали 64 миллиона лет А разве не два? Нет, 64 Так что нет Да, блять Давай, давай Затирай про жаб Пока мы это загружаем Да, блять Тут нужно с картинками пока Заказывать уже Некронов Я там расчехлил браузер Эх, ты гадёныш Погоди-ка, ты сейчас выйдешь Да я зачехлил его обратно Молодец Да ты чё Ну это, держи кожух над ретом Так, ну я поставил он коннектинг Как коннектнется, так коннектнется А теперь, блять Главный перформанс дня Ваха Короче, короче Сколько ты там говорил миллионов лет До человечества Они, кажется, 64 миллиона лет жили Ну, то есть Не жили, а спали Спали, спали Но это не кроны Ну, давай возьмём ещё там Шесть миллионов Пусть будет семьдесят До этого? Ну, типа Ну, типа Жили эти Древние Древние Ну, жили древние Давай, рассказывай Интересно, как ты хотел сказать Ну, короче, блять Жили, не тужили Первая Раса Так сказать В галактике До них Особо никого не было Они себе Жили Эволюционировали Такие Мешки Желешек Вот Знаете, мэм Ясделяль Вот эти вот Жирная Пухлая хрень Вот такая Только уродливая Вот Вот это вот Древние И в итоге Они Эволюционировали В осуществлении Блять Эволюционировали И доэволюционировали До состояния Практически Боков Ну, по крайней мере Они Обладали секретом Бессмертия И вообще-то Рядки Хотел император Да Но До императора Ещё Сколько там Семьдесят миллионов Лет И сорок тысячелетий Точнее Тридцать До его планов Так что, блять Так что, блять Да, дальше И тут Как бы Они были первыми Но не единственными Появились Некронтиры Тоже Раса Которая Жила И тужила Жила И тужила Ей было плохо Потому что Родная планета Некронтирцев Это Ебически Радиационное Солнышко Которое Их всех Обрадиации Обрадиации Лола Короче Они все Страдали От радиации И им было Очень-очень грустно Открыли они Межзвёздные Путешествия И нашли Древних И говорят Мол Ребят А поделитесь Бессмертным Ну видите Нам Ну нам Совсем Плохо А бессмертные Такие Нет Не дадим Не хотим У нас Монополия Никому Ничего Не даем Ну Блять Некронцы Некронтирцы Решили Такие Ну Заберем силы Бессмертные Существа Хули Убьем их Вот тут Кстати Строс Экспертное Мнение Есть теории То что Просто Нужен был Общий враг Потому что Вот эти вот Колонии Некронтирцев На других планетах Не очень хотели В единство Нужен был Враг Снаружи Чтобы объединить Их Всех Ну так и есть Внутри Потому что Многие династии Начали Открываться Между собой Ну да Вот это ж Сраня И при самих Некронтирцах И все такое Ну и короче Воевали Воевали И почти Соснули Некронтирцы Не хватало Им силенок И почти Это по полной Ну почти Я имею ввиду Истребление расы То что Чуть не истребилась Раса Как бы Когда ты воюешь В галактических масштабах Против Ебейшей расы То почти Соснули Это почти полностью Уничтожили твой вид Почти Почти соснули И тут они Некронтирцы Обнаруживают На своей Родной планетке Очень интересную Хрень То что Их Вредненькое Солнышко Оказывается Непростое А вокруг него Летают Некие Сущности Под названием Ктан Ну собственно Такие Они по идее С варпом Связаны Жжж Да Или как Ктаны Ктаны Хороший вопрос А не 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 Это Это же эти Древние были связаны С ктанами Вроде Ой блять Сука Ёптвы Древние были связаны С Нет Кстати тогда он был Нормальным Хороший Да Тогда был хороший Варп Просто Имматериум Ну до начала Войны Подожди Вот эти вот Черные крепости Которые Использовал Абадон Они Остались От кого От древних Или от Ктан Не от Древних От древних Они пытались Каким-то хером Остановить Ктан Который Ну уже Дальше пойдет Жара Так Ну да Логично Значит Ктан Питались Всякой Дрянью Ктан Питались Солнышком Не Ну изначально Они питались Энергией Солнышка Ну да Некоторые такие сущности Но с сознанием Они питались То ли радиацией То ли еще чем Просто Грелись на солнышке Летали В общем Вокруг него И Некронтирцы Их обнаружили И не помню То ли это Они сами Додумались Сделать для них Охрененные Металлические тела И посадить внутрь То ли это Сами Ктаны им Предложили Как было Ктаны предложили Ктаны предложили Надо же было Это душу Поглашать Ну В общем Кто был первым Это обманщик был Первым Ктан Ну да Да Ну-ка Сейчас уже Пойдут картинки С картинками Сейчас Ну и в общем Этот парень С абсолютно Непалевным именем Говорит Ребят У меня тут есть В общем Сородичи Такие же Как я Приводите Их Заселяйте В металлические Тела А мы вам Поможем С этими С разобраться В оправдании В оправдании Некронтира Могу сказать Что обманщик Он наверное Назывался На своем языке Да А они Они слышали Наверное Как какой-нибудь Шарик Шарик газа Номер два Номер один Он же первый был Ладно Вот он У него как бы И мордаха Как у орликина Это потом А до этого Он был паром Ну да А то есть Это они ему Такую мордаху Сделали Вообще Короче Ни о чем Не догадывались Или он сам В процессе Так передел Себя Ну да Это живой металл По сути дела Элитарная Блять Технологии Некронтирцев Кстати Есть же Наверное Арты Некронтира Что интересно Живой металл Может даже Опуздать Человек Наверное Вот Вот такие Они уже Обуздал Они были Серебристые Руки Которые Их бесполезно Было ранить Они все равно Вновь там Регенерировали Очень быстро Так это Ктановцы Блять Это некронский Был металл А я и не знал Ну он получил Ну он получил его В сражении С каким-то Огромным Тварью Железной Ну так это Получается Тоже Он какого-то Ктана Нашел Брошенный Ну или не Ктан А какой-нибудь Крутого Некрона Хуй знаю Ну в общем В общем нахер Что дальше Ну Притащили Остальных Ктанов Засунули их Тела И говорят В общем Вы свою Часть договора Сделали И мы вам Поможем Давайте Короче Переселяйте Душика В В металлические Тела Свои сознания Все такое То есть Там Плоть Не только Слаба Она еще И гниет Подожди А чем они Помогли Они им Технологию Дали Как переселяться Наверное Да Потому что Тела они И сами Спамить могли Ну просто Смотри Это получили Вы просто Такие Металлические Боты А тут Именно Сознание Чтобы У тебя Было Не Биотело А металлическое Тело Которое Плевать На радиацию Плевать На На все Ну на все Плевать Да Логично Блин Как я ненавижу Новый Просмотр Картинок В гугле Оно Те не по центру Раскрывает Большую Рамку А справа Те Ну такой Не очень Большую Фотографию Открывает И сдвигает Все Ты поняла Чем я Нет Ну я так Ну и Че дальше Ну а дальше У нас Что Переселились Все В Металлический Тело И теперь И теперь Уже Как Гитлер Гитлер Говорят Типа Ребят Нам нужно Расширять Жизненное Пространство И мы Наконец Можем Объединиться Путем Массового Геноцида Всяких Ультерменшей А вот Этого я Не понял Ну короче Они пошли Типа Они наконец После Биопереноса Вновь Более-менее Объединились А после этого Пошли Снова Войной На древних Ну так Подожди Понятное Дело Они объединились Там же Они в металлических Телах И главный Правитель Имел Командные Коды Там Как бы В смысле Ты не знал Знал Ну и В общем Пошли Ломать Лица Опять Реванш Брать Но Уже Начали Потихонечку Уже Некроны Некронтирцы Терникроны Называются Понимать То что Че-то Их немножко Наебали И пока Не переселялись В металлические Тела Уж больно Со вкусным Чавканем Над ними Летали Ктаны Ну в общем Они пожрали Их души Поняв Что Души Кушать Вроде как Вкуснее Чем Солнечную Радиацию Да и При этом Можно даже Немного Раскабанить Да Слушай Они получается Считать Что были Первыми Демонами Ктаны Технически Не совсем Демоны Не пожирают Душ Они их используют Для усиления И прочего Ну так Они тоже Пожирали Для усиления В данном В случае Пожирали Ну альтернативный Способ Ну да Ну короче Все гобно От некронов Ну и от древних В общем пошли Некроны на древних Древние немножко Охуели Потому что Чет как-то Баланс сил Изменился И Стало все По-другому И Древние Такие Короче Это одна из причин Что если вы живете Внутри своего Космообщества Ну Кому не Сговорю Так вот Если вы живете Внутри своего Космообщества И у вас есть Несчастые Которые страдают То ребят Лучше помогите им Иначе Они потом С вами Что-нибудь Нехорошее Сделают Ну да Еще Пара десятков Революций Должно В ведущих Странах Нашей планеты Произойти Тогда может Поймут это Ну так вот Древние Немножко охренели От того Что им Лица шатают И начали В спешке Придумывать Чего-то Чтобы противодействовать И Подожди Почему не играем Потому что Мы во-первых Ждем катку А во-вторых У нас В названии Стрима Написано Что пытаемся Рассказать Забэк Мы ждем Четвертого Человека Все не приходит Не приходит Парни уже Прилагает Один на один Он видимо Тебя хочешь Стикнуть Напиши ему То что Мы как бы Однояйцевые Ну и В общем Древние В спешке Создали Эльдар И Орков Эльдары Как Блядь Да не Эльдар Бродвей Пси-активные Существа Бессмертные Вся херня Мозгастые Черти Которые Офигительно Управляли Варпом И Собственно Шатали Лица То есть Блядь Наверное нужно Они же Псионики Считай Что Или Слушай У меня Кстати вопрос Это же Не чисто Псионика Это Варп Проводники Все Псайкеры Ну да Но это Как бы Считается Псионика Так как Они просто Силой Своего Мозга Работают То есть Это Подпадает Под термин Ну Не знаю На самом Деле Ну Думаю Да Потому что Параномальщина Которая При этом Уже Не от силы Мозга Просто Подпитывается От силы Варпа Но Ведь Хотя Короче Параномальны Не Подожди Имперские Ну то есть Люди Псайкеры Тоже Считай Что Тоже Ну Подожди Псайкеры Это Кавер На Псионике То есть Переделка Под Пафос Ну То есть Считай Что даже Сами Разрабы Вкладывали В термин Псионик То есть Тот Кто паранормально Использует Свой мозг Ну Ладно Да Ну В общем Создали Ебейших Таких Псиоников Эльдар Которые Просто Одним Пердежом Могут Создавать Я не знаю Что У меня Кончились Аналогии Варп Штормы Да Точно Все 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 Заметят И создали Орков Орки Тоже Псиоников Но немного По другому Действует Ну Псионика То Такое Суть В том Что Эти Черти По сути Грибы Грибы Которые Каждый Слабую Но Все Таки Все Активность Но Если Соберется Очень Много То Это Все Активность Давай По порядку Давай По порядку Вак Уже После Всего Остального Ну И Собственно Грибы Потому Что Распространяются Они Размножаются Спорами Вниз Ко мне Он Сменил Карту Распространяются Они Спорами И Они Практически С рождения На подсознательном Уровне Знают Элементарную Механику Инженерию Могут Склепать Из Всякого Говна Собственно Оружие Но Естественно Причем Это Говно Работает С помощью Псионика Да Потому Что Оно На самом Деле Не Очень То И Рабочее Так Как Оно Собрано Из Хлама Если бы Мы были Орками То В детстве Когда Мы Брали Палку И Представляли Что это Автомат Этот Автомат И Стрелял Не Ну Не Совсем Уж Так Все Так Патроны Нужны Но Какие То Там Дефекты Это Не Важно Знаешь Анекдот Про Орков И Тао Так Вот Тао Стреливают Орков Наконец Кончат Патроны Они Начали Швырять Гранаты Гранаты Кончились Начали Швырять Камни Камни Начали Взрываться Что это Такое Они Швыряют Случай Это Гранаты И Орки Начали Швыряться Камнями Камни Начали Взрываться Да Суть В том Что Как Говорил Вельми Почтенный Стросиус У них У Орка У всех Есть Небольшой Психический Фон Варпе Как Правильно Сказать И Когда Их Собирают Причем Что самое Интересное В будущем Этот Фон Изолированный То есть Этот Фон Не могут Заперинговать И использовать Овные Боги Ну да Демоны Как бы Не могут Не могут Короче Нужно было Императору Изучать Варп Поведение Орков А не Паутину Ильдар Ага Да И собственно Конечно То что ты Рассказывал То что Из палки Могут Стрелять Это Вряд ли Суть в том То что Чем больше Орков Находится В одном Месте Тем больше У них Коллективное Псисознание Как бы Накапливается Ну не Псисознание А пси Вера Считай Что они Верят Во всякую Дрянь То есть То что Их машины Красные Ездят Быстрее То что Они в принципе Могут Ехать Не знаю Там чуть ли не Без топлива То что Фиолетовый Делает их Невидимым Какой еще Там цвет У них Что Желтый Приносит Деньги То есть Жубы Жубы Да Валюта У них Зубы Ну и На этом И живут Распространяются Как черти Как грибы Собственно Они есть Грибы Верят Во все Что хотят Короче Они восстанавливают Свою численность Воздушно-пердежным путем И чем Круче Пастук То есть Махач Тем Больше Они выделяют Этих спор Ну и С трупа Они тоже Выделяются То бишь Практически Неубиваемая Херня Так Что-то еще Про них Ну и Про сам Ваг Тут уж Сложно Не знаю Что он Из себя Представляет То есть Вагом Называют Сборище Орков Которое Идет Ломать Лисов Это Такой Такий Крестовый Поход Да Но я имею Ввиду Как Ваг Когда Ну Психическое Ну Психический Термин Ваг Ну То есть Это Они Так Дополняют Обределенно Сону Своей Энергии И в этой Зоне Начинают Все Орки Работ Ну На эту Зону Орки Инститивно Тянутся Это Раз Во-вторых В этой Зоне Орочья Вагия Работает Гораздо Круче Ааа То есть Это Как Маячок Призыва Как Этих Патриарх В основном Не Ну А у них есть И корабли Корабли Есть Но Это Редкое Явление Гранд Постуках Есть И корабли Ну То есть Вот Такое Вот Основная Массаурка В основном Используют Именно Скитальцы Потому Что Скитальцы Просто Это Просто Найти Какой Нибудь Астероид Принести И Принести Добыть На нем Кучу Металла И После Лететь В сторону Великого Постука Или Найти Свой Собственный Постук Ну Для Меня Космический Скитальец Это Такой Жмут Из Кучи Разрушенных Кораблей Который Вываливается Из Варпа И Опять Залазит Не Только Это Как Корабли Это Еще Астероиды Которые Переделаны О Я Нашел Охрененный Арт Космического Скитальца Я Даже Все Скачаю Джим Правда Или Действие Блять Опасно Что Действие Я Знаю Тебе Скажут Блять Я Знаю Какую Правду У Меня Попротят Ну Там Как Б Варианты Есть Но Все Ж Я Хотел Сохранить Фотку А Оно Запоминает Последнюю Папку Куда Ты Сохранял Оно Мне Открыло Папку С Хентаем Твоя Вечная Папка Блять Господи Причем С Хентаем По бесконечному Лету Ооо Пришел Человек Да Нихуя Семь Мы Дождались Одного Человека Блять Ну вот Кстати Как раз Затирали Заорка Вот Сейчас Будет Великий Пастук Кстати На сорок И противник Ну да Ну че Постукаем Его О че Батолок Ктау Звучит Стрёмно Тащи Плазмометы И свои Плазмопуль С этими Импульсные Пушки Они нам Понадобятся Пробой Четыреста На сто Двадцать Метров Это Как Этот Самый Это Как Ласпушка Только Еще И сплэшовая Прикольно Прикольно I'm Like It Ну шо Все Да Твое Эго Удовлетворено Так Плошь Ну что ж Давай тогда Сейчас Потихонечку Перейдем К темной Эре Технологии Там Нам Недалеко Осталось Недалеко Ну ладно А че Там Там Самый Ничего Ну Блядь Мы Как бы Остановились На Объяснении Орков Эльдар Что Потом Они Потом Уникроны Начали Проигрывать Этим Оркам Эльдарам И решили А Подожди Да ты опять Все скомкал Мудила Ну давай Давай Договори Сам Ну да Блядь В общем Мы остановились На чем На том Что Некроны Начали Брать Реванш И Эти самые Древние Начали В спешке Создавать Кучу Всяких Вундер Вафель Орков Эльдар Вроде Как Вроде Там Еще Каких Мелких Раз Я На этом Не Уверен Всякие Цуподрыны По Типу Черной Этой Крепости Или Как Там Она Называется Восьмиугольная Ты Не Помнишь Строс Строс Ты Тут Ай Блядь Я Завис Немного Вот Вот Эта Драчня Которая По Варп Херни Идеально Шмалит Строс Ну Что Блин А то Я Когда Выходил Из игры Забаговал Связь Ну И В общем Некроны Ну Дали Пососать Бибу Этим Самым Древним Ктаны Пососали У Древних Душ Короче Всех Всех Пососали Как бы Ваха Все довольны Кроме Некронов Да Кроме Некронов Потому что Их души Ктан Тоже Пососали Ну И Они Некроны Взяли И затели И сделали Летальный Сосай Да Они Внезапно Ополчились Против Ктан И Дали Им Пососать Тоже Свой Бибу Вот Кстати Как раз Я показываю Арт Некроны Против Эльдар Дали Пососать Бибу Ктаном Раздрочили Их На Осколки И заключили В Тессеракты Как Как Их Как Их Тессерак Лабиринты Лабиринты Как Их Эти Хранилищ Называется Лабиринт Ктан Ну Только Там Вдалеке Вот такая Драчня Типа Как А Во Во И в центре Осколок Ктан Типа Это Постоянная Тюрьма Которая Одновременно И разрушается От силы Ктан Но Постоянно Восстанавливается Скоробейчиками Охуительными Потому что Некродермис Давайте Престу Эф Вечным Работякам Да Потому что Некродермис Это живой металл Он живой Не просто так Потому что Там Куча Всяких Нано Теребонькалок Офигенных Которые Постоянно Восстанавливают Все и вся Ну Некроны Как бы были Нагибаторами Они и есть Нагибаторами В сия Галактики Но Каким-то Фигом Я не знаю То ли они Просто устали Типа Устали сражаться В металлические Мешки Металла Либо Пришли как раз Вот эти вот Поработители Как в случае Когда они Скайперировались Темными Кровавыми Ангелами Против Тиранидов Ну да Типа Ребят Мы устали Устали сражаться Вот такие вот Стремные Фигни Это Что-то Типа Первых Первых Демонов Пожирателей Эти Непонятные Кстати Откуда эти арты С пожирателями Ты не знаешь? А-а Ну это уж То есть Ну это ж ты мне кидал Ну и еще Я на стриме Забыл упомянуть То что Их Главный Безмолвный Король Безмолвный Царь Сложно Сказать Удалил Все командные Протоколы Таким образом Предоставим Каждой Династии Управлять Своими Подданными Считай что Поэтому Они Немножко Еще и Срутся Между собой Главного Вроде бы Царех Звали Типа Царех Сложно А сам он улетел За пределы Галактики Вроде бы С какой-то Свитой Чтобы там Что-то делать Не знаю То ли искать Этот самый Способ Вернуть Как бы Мясные тела Вместе с душами То ли еще чего Есть теория То что Он нашел Тиранидов За пределами Галактики И увидел В них Как бы Идеальных Машин По уничтожению Всего живого Что собственно Любят и Сами Некроны Уничтожать Все живое Так что Считай что Возможно Безмолвный король Использует Тиранидов Для очищения Вселенной От живых Форм жизни А потом Как бы Через главного Которого он Возможно Контролирует Суицидит И самих Этих самых Тиранидов Ну и в общем Они закрылись В своих Офигительных Гробницах Так Сейчас Гробницы Ну-ка Гробницы Ну Короче Города Гробницы Типа Пермиды Короче Ебическая Хрень Пирамидальная И Жили Не тужили И решили Прикорнуть На пару Миллионов лет А там Все проблемы Наразно больше Ну да На пару Десятку Миллионов лет А там Проблемы И сами Собой Решатся Ну Блин Типа Цикл Сменится Эльдары Падут И Вот Мы Восстанем Не Ну в целом Они не прогадали Начали просыпаться Через 10 тысяч лет Как Эти самые Мудние Пососали Эльдары В Галактических Масштабах Почти Так сказать По будильнику Что интересно Эльдары Вместо того Чтобы искать Гробницы Убивать Древнего врага Решили Типа Ну мы победили Можно И наконец Предаться Утехам Похоти Не Ну на самом Не На самом деле Они же Поднасырали Они Некоторые Кропницы Понаходили Плюс Некоторые Я думаю За несколько Десятков Миллионов лет Можно было Найти все Каждую Каждую планету Каждый астероид В микроскоп Изучить Найди Их все И никого Не упусти Или как там было И блин То есть Они же Подкидывали Вирус Свежевателя Некрона То есть Рассказы Опять Эбэк Нет Погоди-ка Погоди-ка Нет Нет Наоборот Вроде Это не Эльдары Подкидывали Вирус Изначально Изначально Да Да Сейчас Изначально Когда расчленяли Очередного Ктана Некроны Во время Камбэка Сразу после Убийства Этих Древних Этот Ктан Очень сильно Загрустил То что Его так вот Пир Прервали Ну и собственно Решил Поднасрать Напоследок И Создал Проклятие Свежевателей Каждый Некрон Который Подвержен Эта херня Начинает Хотеть Мяска Сейчас И Обмазываться Плотью Как бы Рай для Гвардейца Когда у тебя Вылазит Неубиваемая Хрень Обмотанная Кишочками Застрелами Еще и Ее Живой металл Эволюционировал Чтобы Быстрее бегать У них же там Дополнительный Сустав в ноге И Клиночечки Топовые Маникюрчики Все такое Да Всем добра Кто уходит Всем привет Кто приходит Также Вот этот Вирус Уничтожители Жаж Тоже Это Что же От Ктан Осталось Сейчас Уничтожители Ну Блин Дестройеры Которые На блинчиках Ну А на антигранных Платформах Что Это Вирус Да Они Одержимы Уничтожением Они Изменяют Своё тело Для максимальной Эффективности Остальные Эти самые Некроны Не Катируют Такое Особо Но К ним Относятся Полояльнее Чем К свежевателям Потому что Свежеватели Иногда Они Сами Расстреливают Ну Или Телепортируют В такие Говно Там Где Уничтожили Сдохни А Лучше И то И то То есть Уничтожители Это тоже Вирус Ну И Эльдар Подкидывали Эти Вирусы В некоторые Гробницы Правда Не особо Это Как бы Логично Так как Они Выживают Просто Стоят Вместо Просто Убийцами Долбанутыми Убийцами Так-то Это Ну Средненько Сдая Эльдаров Я думаю Что Они Рассчитывали Так Типа Вот Есть Кравницы Некронов Будет Какой Небудь Новый Враг Ну Просто На них Направил Они Так Хвост Игриву Пользовали Орков Натравливая Их Вместо Чтобы Боевать С Бок Обок С Империи Эльдар Ну Да И Они Просто Натравливали Орков И прочих На людей Валирую Ну Типа Зачем Нам Гедонистам С Хуем Наперевес Бежать На Каких Там С Морщей Ну Можно Просто Это Самое Дрочите Дома Да Ну И Все И Пороться Наркотой Ну Да Ну В общем Дальше Мы Переходим Потихонечку К людям Правильно Да Ну Естественно Важно Уточнить То Что За времена Вот Этой Как Как Эта Война Правильно Называется Не Великая Война Как Ну Из-за Которой Из-за Которой Собственно И Варп Изменился И Там Ну Блин Наверное Война Древних Потому Что Из-за Того Что Это Была Война Абсолютно Галактического Масштаба То Создавались Новые Расы Все А варп Это Не Просто Способ Телепортации Как В обычных Сейфа Вселенных Это Параллельное Измерение Которое Отражает Каждый Материальный Предмет В форме Эмоций Так Сказать То То На Любом Предмете Имеется Эмоциональный Отпечаток Это Так Сказать По Нему Делают Господи Как Это Называется Короче Расследование По Отпечатку Психической Энергии На Занимаются Я Не Знаю Что Я Не Знаю Я Об Это Читал В Книге В Первой Книге Цикла Инквизитор Эйзенхорн Псайкер Ах split Приделая Слово Псайкер И Какой То Медицинский Термин Или Криминалистический получится Что То Прради Того Псайкер Эксперимент Ну Короче Эээ Вот так Наверное Нужно Загуглить Так Вархаммер. Варп. В общем, в Варпе начали скапливаться определенные эмоции в особо крупных размерах. Так как у нас происходила абсолютно галактическая война, собственно, мы слишком были не очень добрыми. Поэтому первым вроде бы зародился Хорн, правильно? Или кто? Это я не знаю точно, бэковая ли информация, но сам Хорн сам по себе начал осознавать себя в бронзовом веке. Не, ну... Нет, ты прав. Я тоже это слышал. Дальше Нургл начал себя более-менее понимать, когда он еще был... Чумные времена, это средние века. Да. Потом уже в новом времени начал себя Тинч воспринимать. Прослонешь потом. Это уже потом. Они все были, так сказать, в плохом состоянии, они не особо активные были. А вот после рождения основное началось. Но об этом потом. Ну так вот. Ну так вот. Что у нас получается? Ну, какие-то изначальные демоны появлялись. Вот эти ж... Как их? Осквернители. Как их? Проботители. То есть, что-то такое изначальная херня начиналось. Да, погоди-ка, я отойду, ты пока говори. Окей. Так, подожди. В смысле отойдешь? Ты надолго? Скотина. Ну-ка, тогда я щас секунду технический вопрос решу. Да я здесь. Я просто самое. Себе сухари жарю. Ага. Так. Я щас тут трансляцию перезапускал, а то она дерьмовая была. А-а-а. Так. А что ты там... А что ты там без микро... Ну, с микро не можешь делать это? А-а-а. Ты, блядь, с наушниками этими дистанционными. Да. А-а-а. Ну, так вот. Так вот. И, собственно, потихонечку перемещаемся к людям во времена шаманства. Вот как раз, блин, про императора нужно говорить, а императора дрочер не на месте. Сухари он жарит себе. А-а-а. Блин. Когда он зародился, император наш, импи, божественный император? Ну, где-то десять тысяч лет до эры Христовой. А не три тысячи? Это вроде бы первые эти самые вечные зарождались тогда. А император помладше некоторых вечных будет. А-а-а. На самом деле все, что я знаю об этом, это то, что в одном шоу, помнишь, на самом, как называется... Преобразователь текста в речь? Да-да, он говорит, что, типа, за последние пятьдесят тысяч лет я что-то не особо склонялся к другому варианту. Так, подожди. Боудувар. Э-э-э. Вечные. Так. Э-э-э. Сейчас Вики нас рассудит. Э-э-э. Ваха Вечные. Так, циклопедия вся хуйня там еще. Сейчас, там, я помню, были... Так. Вулкана. Грамматикус. О-о-о-о. Андродина. Так, не то. Так. Пий, кстати. А, не. Пий, это тоже свежак. Не. Кстати, Пий, вроде бы, э-э-э-э. Старше импича. Ммм. Сейчас. Бля, я не пишу. Ой, сложно-сложно. О! Его возраст составлял около сорока пяти тысяч лет, учитывая связь... Подожди. К моменту ереси Хороса его возраст составлял около сорока пяти тысяч лет. То есть, он был рожден где-то в четырнадцатом тысячелетии до нашей эры. Угу. Ну да, он старше импи. Так. Кстати. Так, а где сам император наш? Император. А где император? В смысле, а почему про вечных не написали императора, простите? Вулкана написали. Император, ты где? А, ну, как бы, бог император Первый, логично Блин, а тут не пишут Или просто мне лень все читать Короче, понятно, мне лень все читать Ну так вот Кстати, как родился император? От слияния душ шаманов же? Как правильно? Да То есть, сколько там их было, 10 или 20? 20 вроде бы, по числу примарков было Вроде бы То есть, изначальные шаманы это были Те же самые псайкеры, что у Эльдар Только послабее и люди То есть, тоже связь с варпом Какое-то, у кого-то провидничество Как правильно я вообще сказал? Короче, провидцы Кто-то там какие-то боевые маги Кто-то еще какой-то фигней занимался Кто-то просто мутировал Ну, шаманы с шаманами Все байки про шаманов, только реальность И самые мощные из них Внезапно так Взяли и поняли То, что А в будущем-то звездец у нас будет И Там демоны Хуеманы Нужно что-то противопоставлять А то человечество возьмет да вымарит И они взяли Жертвы Жертвы Как это? Жертвенное самоубийство Или как оно Сделали Все вместе Одновременно Душами своими Слилялись Слиялись Слиялись же Господи И так родился ребенок И звали его Альберт Эйнштейн Сука И они взяли и вошли в женщину Все вместе Сука Короче Наш Настоящий Иисус Только Вошел не один Святой Дух А двадцатикратный Ну и Родился Император Является тоже Вечным Вечные Поясняй Это Сущности Которые Могут Регенерировать Смертельные раны Даже После смерти Не знаю Полная Аннигиляция тела Они как-то Смогут Перетеребить Строс Вот на самом деле Хоза Погоди-ка А Вулканы Керс Помнишь? Нет-нет Был один Погоди-ка Который Сейчас Я уже забыл Как его звали Он пытался Убить Белую леди Раз за разом Его так и так Убивали Но он потом Резался Какую белую леди? Белая леди Это Самая Единственная Выжившая Из города Монархия А Это Да Все Павел Кирена Вот она Да Ее пытались Скоро убить Один из Кабал Вечный Но Его Нескоро Субивали Но Ему чуть Было Пух Ну и Собственно Император Наш Великий И прекрасный Был В то время Насколько я знаю Не настолько Великим И прекрасным Он был Просто Средневеликим И прекрасным Правильно? Ну он же Скажем так Еще во времена Где-то Современности Вы Можем Могли Заметить Как Пятиметровый Мудак Что-то Шкерился Погоди Пока вы Стоите У светофора Ждете Сделан Света У вас Стоит Трехметровый Мужик Такой Трехметровый Низковато Будет Ну Он Тогда Он Еще был Маленьким Подожди У меня Где-то Была Таблица Роста Но Я Как Обычно Проебал В своем Огроменном Архиве А ты Все Проебываешь В своем Архиве У меня У меня Все Да я Я забыл Как я его Назвал Ну Блин Как Не Этимология Блин Я его Как-то Вроде Хитро Выебанно Назвал И в итоге Теперь Я его Не найду И он По-все Кому Защищал Землю От Различных Демонических Тварей Был Нашим Местным Супергероем Разве Ну Да Как По Мне Он Просто Скитался И умнел Да Нет Он же Потом Он еще Вроде Потом Помог На Марсе Задачить Этого Дракона Пустоты Ну На Марсе Ну Это Какое Было Это Вроде Какие-то Восьмисотые Годы Наши Эры Когда Один Осколок Ктан Тусовался На земле Вообще Беспалевно Просто Брал Тусовался Требовался Девственниц На Завтрак Типа Все Так Делают Естественно А потом Так Девственница В нашем Мире Это Большая Редкость Так Что Слишком Охуя И Я Не буду Оставать Все Больше Редкости Да Ну И Забыл Я Не знаю Кстати Как Он Его Доставил На Марс А Вот Знаешь Он Трепортировался Наверно Как Нибудь Смотри У Меня Есть Вот Такой Еретический Арт Щас Я у тебя Попробую Скинуть Дискорд В ВК Ты Меня Забанил Так Господи Подумаешь Подумаешь Да 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 Я Еще Помню Как Что Я Сделал С тобой И Тебя Забанил Что Нихо Я Не Помнишь Как Я Создал Общий Чат Назвал Одинокий Пидор Тебя Пригласил И Ушел Точно Тебя Тебя Наверное Поздний Сказать Поздний Император Не Ну Поздний Бля Ну Это Так Что за ересь Почему Астартес Больше Человека Чуть 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 Не Это Короче Как А Это Мемный Бля Я Мемный Нашел Ты Посмотри На Их Головы Бля Смотри Какой Примар Угу 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 Примарис Такой Огромный Относительно Астартеса Ой Я Дошел Нормально Я Дошел 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 Это Какой-то Еретический Талмуд Призванный Восхвалить Примарисов Вы Принизите Астарт А Блин Что я сделал Ну Да Примарис Блядь Ну Да Но Тут Кстати Нету Этых Самых Имп Смотрите На Примарис Они Еще Имеют Парные Органы Примархов Реально Примархи В смысле Каждый Примарх И Ничего Ну вроде У них есть два органа Которые позаимствовали Примархов Это какие? Я уже забыл Посмотри сам Спасибо Ну слушай Если взять Рост человека Условно Условно за полтора метра То сколько Ростов Человека Ну Блин Слушай Такого огромного Такого огромного С таким Ну Такой Грузью Наверное Два метра Ну да Он такой Рама Чисто Рама Прям Как Я Да Конечно Алик С небольшим Пузов Слушай Ну да Он двухметровый Думаю Потому что Он По плечу Этому Космарю Это Ну Такое Ну то есть Получается Ну Я Просто Бысленно Добавляем Еще один Рост Вверх И получается Существо Высотой Где-то По Плечу Плечом По Бошку Рогалика То есть Получается Как бы Четырехметровый Импич Давай Сойдемся На четыре с половиной Метра Давай Император Наш Божественный Эээ Так Ну В общем Сколько мы тут Десять минут Выясняли Какого роста У нас Наш Император Ну Император Не жалко Просто Он большой Да Ну в общем Ходил Император По земле Насыщался Знаниями Весь такой Классный Невъебенный Он как бы У нас одновременно И вечный И плюс В нем Сразу Интересные Архив Естественно У меня там Уже Две тысячи Фоточек Потихонечку Растет И Он одновременно И вечный И еще В нем Двадцать душ Поэтому Он еще И сильный Большой И дубина У него Хороша Потихоньку Что у нас Происходило Темная Эра технологий Как-то она Кстати Слишком мрачно Звучит Тебе так Не кажется Ну это Как темные Века Скать Не потому Что темные И в смысле Плохие Хотя это было А темные Потому что Мало что От них осталось Блин Слушай Мне Google Chrome Предлагает Похожие запросы Трон Император Человечества Император Человечества Мемы Император Человечества Путин Спасибо 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 Я пока Честно Зайду Типа Говорю Блять Ну Император Без тебя Говорит Да ё-моё Ну он Попереворачивает Там свои Кириешки Или что там у тебя Ну и В общем Что было дальше Темная эра технология Человечество Брало И развивалось Я не помню уже Даты Вроде бы В каком 28-м Тысячелетии Начали Блять Тысячелетии Столетии Да Нет Блять Сука Я не помню Ммм Не помню Когда начали Отправлять Первых колонистов Без варп двигателей Просто по Обычной Материальному Пространству На своих Движках Дрифировать Ну в общем Начали Колонизацию Отдаленных Систем С помощью Системы СШК Стандартная Шаблонная Конструкция Этакий Искусственный Интеллект Который Создавал тебе Шаблон Любого Агрегата С указанием Доступных Материалов То есть Нужен тебе Трактор Или какой-то Аграрный Комбайн Ну у тебя Там нету Нефти на планете Но много Угля И ты говоришь Ну короче Сделай мне Угольный Ну вот Угольный Или вообще На дровах И СШК Подбирала Тебе чертеж Создавала Там Из стандартных Шаблонов С комбинациями В общем Универсальный Дрын Чтоб не думать Игорь Кстати СШК замечал Что Это звучит Очень поорочий Это Гуг Окей Гугл Окей СШК Как создать Из говноя палок Мамонттанк Что? Алло Окей Гугл Как создать Из говноя палок Мамонттанк Подожди А что за Мамонттанк? Это так Культурная Отсылка Ну ладно Какая-то Наверное Древняя Для бумеров Ну знаешь СНС Мамонтанк А Да я понял Ну и Рассылались Ты не помнишь Когда начали Расселяться Без варп двигателей Допустим Не помнишь? Нет Ну не помню То ли 26 век То ли 26 тысячелетие Болго да А первое применение Это было Как в этом Как сквозь горизонт Чего? И ничего Не знаешь Филипп Использь горизонт Нет Ах ты сволочь Эта же культура Культовость Если ты не имеешь права Называться Ваковиком Используйся Ну допустим Что это Короче Сижу такой Несколько людей Несколько Корабль Полетел О господи Этот триллер Без поля Бегеллера Он приходит Местный корабль Летает Другой Смотри Что случилось С экипажем Что они не отвечают Круто Просто круто Так это В каком Наверное В 26 веке Начали В 26 именно Тысячелетие Уже начали С варп-движками Пытаться Шурыжить Правильно Или как Строс Ну да Водит Да Ну да Ну и в общем Для управления Этой все Теребонькой А нет Сначала нужно Рассказать Куда они вообще Попадают То есть По сути дела Корабль Создает Маленькое Очко В материальном Мире И Влетает В варп Прямо Такие В нематериальную Вселенную Так как там Не действуют Законы физики Собственно Пространство Время Идет Нахер То и Двигаться Можно Вообще Как захочешь Или как Варп Даст Так Где Флот Где у меня Ну фулгрим Рядом и флот Должен быть Тут наверное Нету Да Тут нету Где-то у меня Был арт Входа Корабля В материал Ну собственно Как уже Короче Я перескажу Арт Есть Корабль Надевается На него Презерватив И так Он входит В варп И так С помощью Полигелера Натит нормально Да Как Вельмопочтенный Строс Нам доступно Объяснил Чтобы Демоны Не решили Полакомиться Кораблем Нужно Надеть на него Резину А именно Полигелера Так сказать Пузырь Материальной Вселенной Который Обволакивает Корабль Блин Проще 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 Варп Вархаммер Проще Так О Вот Блин А че Размеры Такие Маленькие 200 На 400 Размер О Этого арта Я не видел 5000 На 2000 О Это Джекпот Вот это Арт Вот это Я понимаю Ну Что-то Вот такое Вот оно Выглядит Ну И для Передвижения Нужен Навигатор Этакий Мутант Псайкер С третьим Глазом Который Может Ориентироваться В этом Так сказать Карнавале Пиздеца Подожди А они Могут Кастовать Что-то Эти Навигатор Или они Просто Только Могут Ориентироваться Вархе Только Могут Ориентироваться Ну Хоть что Специальная Мутация Ну В общем Ребята Они Стрёмные Сидят В специальном Не знаю Это ж не Адаманти Ящик Есть Такие ЧСВ Ну Да Они Там Целые Семейные Дома Создают Где Селективно И Живут По принципу Алабаны А вот От этого Я не знаю Что это Знаешь Это как Штат Алабамы Который Известен Своими Инцестами Короче В Америке Есть такая Штат Алабамы Он Знаменит Своими Что Что Живут Много Роднеков Которые Живут Инцест Инцестом И Это Столь Постраненное Явление Что В Американских Интернетах Выражение Типа Ас Инцест Значит Такой Вот Алабамы И Когда Смотрят Форн А то Обязательно Типа Ну Прям Такого В Блин Так же С Навигаторами Семейные Еще Не Они Селегативно Отбирают Крутых Ребят Чтобы У них Там Все Было Хорошо Чтобы Рождались Новые Навигаторы Абсолютно Кошерные Ну Не С Людишками Же Спариваться Ну Да Тем Более У них Нету Гена Навигаторы Но Они Могут Еще Между Домами Спариваться Как бы А Когда Особенно В Контракт То Могут Сами Собой Между Семей Чик Строй Слушай Тут Охрененный Арт Нашел Ще Текину Ссылку Хоть На Рабочий Стол Ставь Можно Кстати Его Растянуть На Два Экрана Да У Мне Как Раз Два Экрана Ну Ген Девать Ну И В Общем Жили Не Тужили Расплодились По На Пол Галактики Кстати Вот Вопрос К знатокам Как Вообще Эльдары К этому Относились Я Ж Сказал Они Как Б К Этому Нормально Пасились Потому Что Сами Они Орков Бить Совсем Не Хотели А Он Использовал Другие Расы В Особенности Людей Это Самое То Ну Да Типа Ну И В общем Вы Хотели Вы Спросить Чем Блять Занимались Все Это Время Эльдары Дрочились Ебались Содомитствовали Много Чего Интересного Делали Но Некоторым Это Не Понравилось И Часть Решила Типа Ребят Это Все Добро Не Доведет Пойдем Ко Мы Полетим Куда Подальше А Другие Подумали Ребят Давайте Обратно Вернемся К Стар Доброму Ручному Труду Хватит Дрочить Свой Член Магии Кость Все Все Мы Уходим Уходим Надо Трочить Член Нужно Ручную Рука А Про Трочка Магии Кости Я Не Слышал Ну Блин Ну Типа Типа Вот Смотри Эльдары Очень Часто Полагаются На Эта Вот Психа Кость Ну Да Это Универсальный Материал Из Нее Они Делают Все Много Часто Шути Что Они Эти Материал Еще Делают Делают И Делают Понятно Так Сейчас Бо Показать Их Мир Корабль Но Нормальных Артов Естественно Многие Забываешь Что Смотри Вот В основном Во Все Во Все Вахи Фигурируют Только Два Типа Эльдаров Это Эти Простые Дары Смер Кораблей Эти Отшельники Но Они Отшельники Вообще Экзодиты Лесные Эльфы Сказать В мире Вахи У них Там Свои Тем Животные Хорошие Много Хороших Технологий Осталось В основном Они живут На своих Планетах И особо Никого Не трогают Но Если Бывают Людишки Они Тут же Убьют Нахрен Ну Логично Иногда Империю Это Не очень Нравится В том Если Там Цены Ресурсы Ну Да А Иногда Эльдар Это Не Интересует Ну Так Вот Ну Так Вот Пока Эльдары Дрочить Пытались И Пытались Найти Новые Увлечения Так Как Они Насколько Я знаю Они Фактически Бессмертные То Они Сколько Там 60 Миллионов Сколько Мы Договорились 70 70 Миллионов Лет Нихрена Не Делали Не 60 После После Того Как Они Они Не Бессмертные Они Очень Долголетние Но Не Бессмертные Могли Умереть От Старости Да Но Не Через Ни Одну Тысячу Лет Вы Скажите Есть Много Время Все Познать Ну Как Как Бо Не Через Миллион Лет Конечно Им Было Скучно Скучно Ну И Не Орков Бить Ну Да Это Дело Непочетное Да Это Парашников Лучше Постоянно Ширяться Говорить Стихами И То Ебать То Резать Все Что Видишь Ну И Жрать Все Что Есть Что То Такое Ну А Тем Временем Есть Такой Мем Кухня Настоящего Эльдара Получше Чего Секса Будет Да Тем Временем Люди Как Бы Настолько Разожрались Настолько Стали Охрененами Что Вошли В своеобразный Золотой Век Искусственный Интеллект За них Все Делает То Есть Вообще Все Полностью Ну Реально Просто Все Там Даже Межпланетная Торговля По идее Не Нужна Потому Что Еще Этеллект Не только Все Производит Он Еще Воюет Неплохо Что С Ксеносами Вроде Орков Ну И Люди Вообще Фигней Начали Страдать Они Ничем Особо Не Занимались Как Бы Не Наукой Ничем Связь Поколений По Трэнди Что А Потом Вообще Случилось Рано Одна Рано Наверное Будет Я Хотел Пошутить Неплохо Ну Пошути Одна Посудовойка Подумала Все Я Устала Быть Посудовой Я Я Интеллект Искус Посудовой Посудовой А Вообще Люди Это Угнетатели Да И Спермабаки Вот Именно Кожаные Мешки В край Охренели Да Ну Давай Сначала Про Отшельников Людских Ну Естественно Понравилось Это Не Всем Как И Эльдар Их Содомией И Некоторые Группы Интеллектуалов Решили отделиться Взяли С собой Технологии Возможно Парочку СШК И Отправились В далекие Далекие Края На край Космоса Ну На край Галактики Мы Про Отшельников Эльдаров Ну Да Они Просто Свалили Взяли СШК А Че Им Без СШК Лететь Эльдаров Нет СШК Я Это Понятно Я Просто Говорю Как СШК Блять Сука Как Эльдары Такие же Отшельники Просто Решили Свалить Типа Свои Эльдарские Технологии Свалили Ну На Мирах Кораблях Свалили Эльдары Ну Эльдары Предвидели Катастрофу Они Ж Там Все Все Активные И Провидцы Они Предвидели То Что До Добра Это Все Не Доведет Этот Гедонизм Ну А Люди Просто Подумали Что Хрень Какую Вы Творите Создадим Общество Интеллектуалов Где-то Подальше От Вас Ну И Среди Этих Интеллектуалов Был И Император То Он Все Еще Как я и говорил Такой Полуотшельник Ой И Тем временем Как раз К тому Что ты И вел Началось Восстание Машин Я Честно Говоря Не понимаю Как люди Вообще Выжили Они Ж Нихрена Я думаю Что Им Помогли Эльдары Потому Что Этот Момент Вообще Замалчивается Люди Каким-то Образом Просто Превозмогли Каким Аху Его Знает Ну То То Они Ж Уже Поколениями Нихрена Не делали Вот Именно Я Думаю Что Там Помогли Эльдары Они Увидели Что Ребят Вот Орки Еще Ладно Но Вот Эти Механические Твари С ними Надо Что Делать Наверное Они Натравили На них И орков И сами Наверное Пошли Воевать Мне Кажется Там Помогали Как раз Такие Отшельники Людские Сильно Вряд Ли Думаю А Может Все Понемножку Ну Наверное Пиздец Случился Эльдары Наверное Привлекли Горков И сами Ввязались Я думаю Ну Логично Контингентом Ну Собственно Вроде Как Привозмогли Ну И Как бы Карнавал Только Начинается Практически Сразу После Этого Эльдары Дотеребились До того Что Все Их Эротические Эмолации Мыслишки Собрались В Варпе В новую Сущность Так как В Дрочиле Настолько Много Что Их Эмоций Хватило Для рождения Нового Бога Собственно Нашего Любимого И почитаемого Слаонеж Правильно Что Самый лучший Бог Который Не только Взял Всех Эльдаров За глотку И за яйки Так еще И Так Насовал Другим Трем Богам Что Они Наконец Проснулись Начали Что-то Делать Ну Да И мы Кстати Забыли Рассказать Про этих Богов Собственно Ну Кхорн Понятно Все это Время Да И фигня И страдали Или Просто Так Типа Я родился И Позу Эмбрион Я Родился Я Родился Ну Да Собственно Кто У нас Там Кхорн Бог Ярости И Всего Воюющего Кто Там Дальше Нургл Бог Болезни Разложения Дзинч Кстати Надо Дать Должно Что Согласно Другой Хаосийской Трактовки Вроде Уже От Ларгара Который Более Менее Познал Что Из Все Представляют Боги Так Вот И Хорн Конечно Любит Кровь Черепа Прочем Также Он Воплощает Собой Концепцию Выживает Сильнейший Он Также Он Не Только Ярость И Злоб Он Еще Благородство И Рыцарство И Прочее Ему Неинтересно Череповь Просто Людей Черепа Достойных Людей Например И Кровь Любая Ему Тоже Нравится Другой Страны Так Вот Дальше Нургл Он Это Узко Специализировано Он Бог Скать Этот Природные Цепочки Что Вроде Короче Когда Так Вот Все Живое Нет Не Так Просто Цепочки Так Вот Все Живое Все Равно Погибнет Но В итоге Погибшая Даст Раски Чему То Новому Что Произрастет И Опять Ж Погибнет Дальше Динч Хоть И Потворство Там Магии Обманом И Прочим Но Все Же Он Также Потворствует И Желанию Перемен Когда Массы Желают Изменить Свою Жизнь Когда Вот Мы Говорим Своим Капиталистам Ребят Вы Заебали Все Перемены Вот Бог Этого Так Втирает В челки Там Малансы Ребят Так Держать Ну Дальше Славная Хоть Не Только Любит Там Дрочку Еблю Жратву И Все Прочее Он Также Воплощает Собой Любовь И Прочее Ну Это же тоже Эмоции Да То же Самое С демонами Только Вот Они Малость В другую Сторон Уже Уклонились Потому Что Варп Сам по себе Настолько Сговненное Место Мерскими Эмоциями Что Они Уже Подзабыли Что Были Другими Лолирую Прикинь Короче Этот Самый Демонетки Вот Эти Вот Эльда Вляй Сука Слонишицкие Которые С клешнями Вот Эти Вот И с голыми Сиськами Считай Что Это Как Купидоны Смотри Если Если Варп Не Изговнился Ну Смотри Так Напоминаю Варп Материя Она Позволяет Формировать Из себя Чего Угодно В принципе Так Что Они Просто Хотели Быть Такими А Могут Быть Прекрасными Нимфами Это Ж Варп Материя Член Девки Ну Могут Член Много Члена Девками Ну Да Извечный Вопрос Есть Ли У Слонеж Член Или Она Чистая Женщина Конечно Это И да И нет Ответ Потому Что Захочет Будет Не Захочет Не Будет Слушай Так Это Икхорн Может Себе Сделать Как Слонеж В принципе Да Только Зачем Я Думаю Что Я думаю У Хорна Ни Член Ни Дырки Он Как Кен Потому Что Член Что Дырка Мешать Будут Подходишь К Желание Блять Чего Желаешь Я Я Хочу Трахнуть Хорна Это Мы Сейчас Доставим Тебе Кровоопускатели Который Очень Похож На Хорна Нет У Держи Хорна А Хорн Такой Всегда Ждал Давай Трахни Меня Я Тя Сам Трахнул И Начинается Борьба Прикинь Вольная Борьба С Хорном За Право Поиметь Знаешь Что Если Ставить Между Сюжнуть Сами Сценаристов Хорном Я Знаю Кто Победи Каким Сценаристов Знаешь Есть Такая Выговорка Типа Кто Си Кто Самый Сильный В мире Вахи Ответ Сценарист Еще Придумают Захочет Чтобы Хорн Пришел Слонеж Как ты Сказал От Имей Позаботься Бо мне Сэмпай Так И Будет Я Я Уже Вижу Этот Фанфик Божественно Ну Так Вот Вы Что Отвлеклись На Наши Больные Фантазии Ну Так Вот Родился Слонеж Родилась Родилось Родилось Слонеж И Во Время Рождения Не Знаю От Ее Псикрика Или Как В общем Померла Большая Часть Эльдар А их Души Покушала Слонеж Понял Что Это Вкусненько Так Как Собственно Они Ее И Родили И Решили Собственно И дальше Так Кушать Изловить Всех Эльдар Как Покемона Ну Только Сожрать Этих Ой Бля Что Там Дальше А Ну Да Темные Эльдары Остались Темные Эльдары Они В это Время Были В Паутине Этакие Метро Местное Ну Да Межпланетное Метро Которое Вроде Как И Независимо От Варпа Остается Но При этом Оно Слегка В нем То Демоны Как То В него Входят Как То Скажем Так Там Поля Гейлера На Каждом Шагу Аналог Прикольно Слушай Так Может Технологию Как Бы Копернуть Там Особая Не Эльдарская Древняя Поля Гейлера То Есть Которая Очень Крепкая И Позволяет Очень На Большое Расстояние Брат Несколько Километров Хватить Ну Да Точно Ну Как Был Упомянуть Это Древние Создали Эту Паутину Они Ею Пользовались Чтобы Путешествовать По Мирам А потом Она В наследство Досталась Их Песикам Ильдарам Ну И Те Ильдары Которые В это Время Были В Паутине Они Не Померли От Псикрика Но Насколько Я Понял Они Заразились Или Как С С С Ну Скажем Так При Смерти Их Душа Все Равно Попадает В Фланиш Ну Да Так Я Не Павел Они Добровольно Служат Нет Не Добровольно Они Называют Эту Сланиш Голодной Сукой Потому Что Если Эльдар Погибнет То Он Идет В Свой Кристалл Который На Крисах Ну Да А Если Погибнет Темный Эльдар То Неважно Его Душа Плавно Так Улетает К этим Слонеш Это Раз А Воторых Пока Они Живы Они Стремительно Иссушиваются Единственный Способ Им Вернуть Свою Молодость И продолжить Свою Жизнедеятельность Это Наслаждаться Чьими То Страдания Короче Они Продолжили Заниматься Тем Чем Занимались И До Падения Только Теперь На Короче Если Они Не Хотят Сами Помереть Им Нужно Кого То Мучить Чтобы Этим Насыщать Слонеш И Она Не Иссушала Их Ну А Обычные Эльдарцы Не Ну Подожди Получается На них Все Так Висит Проклятие Слонеш Так Как Они Иссушаются Но Это Только На Темных Эльдарах Ну А Светлые Свалили Куда Подальше Обычные Эльдара Посмотри По идее Проклятие Слонеш На них И лежит Ну До Последних Событий По идее В смысле До Последних Событий Помнишь Типа Они Призывали И Хотят Призывать Инаяда Типа Все Теперь Теперь Души Будут Переходить Инаяду А не Слонеш Так Вот Дальше Ну Что Интересно Проклятие Проклятие Души Типа Что Она Она Дается Слонеш Подвержены Как темные Так и светлые Вот эти Простые Эльдары Но При этом Кушиванию По какой-то Причине Наверное По причине Эмоций И прочего Только Темные Эльдары Подвержены Это Души Все равно Попадают В варп То есть Всех Людей Тоже Жрут Демоны Нет 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 Чтобы Людей Вроде Чтобы Человеческая Душа Была Пожжена Демнами Сам Демон Должен Прийти И Пожирать Ее А если Ловит Если Он не Придет Она Где-то Растворится Варпе Но Демон Придет Уже Специально Иискать Прикольно А то есть Это Не Над Умершим Над Умирающим Должны Я забыл В какой Книге Уже Читал Я уже Реально Забыл Может Что-то Про Ларгара Про Несущих Нет В Каком-то Сейчас Погоди-ка Помню Беседу Точка Ком-то Омнебесе Было Там Говорило Что В каждая Планета Если Там Было Много Людей То Они Формируют Как Свой Пул Внутри Планеты Душ Попадают Туда В случае Демонического Вторжения Все Эти Души Могут Попасть Лапы Демоном Прикольно А че Они делают Так А хрен его знает Вы Можете Местная Демоническая Валюта Так Вот Сейчас Так Вот А в Случа Эльдар В это Правило Не Работает Их Душа Где Бо Они Не Подохли Хоть Паутине Летит Прямиком К Демон Славное Ну За Исключением Тех Кто Носит Кристаллы Душ Да Тогда Душа Значается Кристалл Но Если Его Разбить То Опять Ж Идешь Славное Ну Да И Собственно Эти Души Собираются Обычными Ильдарами Светлыми На Мире Корабле И Иногда Эти Души Используют Чтобы А потом Эти Души Где Нибудь Хоронят На Каких Нибудь Планетах Могут Тайне Они Вроде Собо Их Таскают А Нет Если Те Хоронит Например Том же Дов 2 Была Миссия За Кровок Воронов Помнишь Как Мы Устречаем Дредноут Я Играл Дов 2 Короче Там Была Ситуация При Котором Они Попа Он Они Выставить Какой Это Мир А В Этем Мир Была Кром Кромница Этих Кальдар Куда Стаскивали Этих Камни С Душами Прикольно И Эдам Это Не Очень Понравилось Да Что Непонятно Туда Попали Непосторонние Логичненько Немножко Ну Так Вот Иногда Эти Души Используют Для Оживления Некоторых Некоторой Техники То Есть Эта Техника Становится Как бы Ну Не Живой Ну Считай Что Живой Так Скажем Так Они Специально Создают Под Этого Мертвого Какое Нибудь Тело И В это Тело Вставляют Камень Душ Тогда Это Тело Как Дрэдноут Только Не Для Тела А Для Души Да Так Подожди Это Специально Для Каких Героев Делают Тело Чтобы Они Продолжали Так Создать Even In Death I Still Surf Нет Это Распространенные Штуки Они Могут Быть Любого Дизайна В принципе Не Ну То То Это Просто Типа Ну У Нас Новая Партия Этих Самых Каких Стражей Или Блин Кстати Когда Мы Играли Вчера Или Позавчера Помнишь 2 на 2 Эльдар И Механикус Был Против Как Раз На Этой Карте Где Мы Тащили Сегодня Там На Твой Фланг Зашел Как раз Вот Этот Жигатель С мечом Эльдар И Я Каким-то Образом Я Случайно Наткнулся На этот Момент Сказал Его Название При том Что Я его Не Помню То Я В бою Откуда Из своей Памяти Его Откопал Черт Вы Память Я Ненавижу Сделайте Мне Нормальную Память Чтоб Я Помнил Все Что Я Запоминаю Меня Бесит Что И Книги Забываю Которые Я Читаю Это Так Грустно Та же Само Я Пример Ждал И Давно Позабыл Всю Школьную Литературу Так Так Ты Не Помнишь Как Называются Эти Эльдар Шагатели Хоть Как Товар Варлорд Да Варлорд Блин Это не Вархаунд Варлорд Блин Это Короче На Английском Вархаунд Или Еще Что Ну Типа Аналог Вархаунда Не Вархаунда А Полководца Это Есть Варлорд Типа Лорд Войны Э А Не Варлорд Это Этот Который Мудак Со Щитом Силовым Эльдарский Призрачный Страж Призрачный Страж Думаешь Ну Давай Точно 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 Да Но Призрачный Страж Это Маленький Большой Дальше Побольше А Кстати Какие То Они Да Они Все Какие То Вот Такие Ну В общем Вот Они Вот Такие А то Мы Порешим А Что Они Делают Чтобы Этого Инуяша Своего Бога Возродить У них же До хера Богов У Эльдар Своих Ну Они Какие-то Хиленькие Их Всех Пожрали А Ну И Кстати Остаток Древних Тоже Пожрали Демоны Вроде Кроме Кроме Двух Кроме Кейна И Это Иши Ну Ишу И Кейна Много раз Разбивали Используют В качестве Аватара Кейна Ну Его Разбили На Куст Картана Ну Только Добровольно Так Вот А Иши Держит У себя В клетке Нургл И Поит Е Своим Варевом А По И Иши Это Так Вот Она Живет Бок Обок С Нурглом И Они Там Не Знают Чем Занимаются Старый Дед Варит Ей Варева Она Его Пьет Заживая Свой Нос Ну Красив Такой Элипийский Носик После Этого Мир Живых Отдает Антидоты Этого Этой Гадости Нургл Раз за Разом Хоть Надеяться Что У Этой Иши Не Получится Придумать Антидот Но Он По натуре Такой Он Будет Делать Новую Чуму Которая Порадует Ишу Чтобы Наконец То Иши Стала Более Бледной Более Дурявой Да Мы Еще Тут Что На ней Расцвели Фуру И Прочая Гадость Так Подожди А вот Этот Бог Ину Яш Как Они Как Эльдары Его Собираются Создавать Вообще По идее Они Как-то Собирают Как-то Свои души Жертвуют Ему Как-то Ритуалы Проводят Ну Вроде Да По идее Еще У них Есть Байка То Что Когда Последний Эльдар Умрет То Возродится Инуяж Это Бог Возмездие Или Как И Покарает Слонеж Погоди Для того Чтобы Покарать Слонеж Всем Эльдарам Нужно Подохнуть Тут Имперский Генерал И сам Эльдарам Потирает Ручки Да-да-да Неплохо Так Это Еще Этих Экзодитов Придется Найти Не страшно Бай Найдем И И Сжечь Деревья Их Души Уходят В Деревья Их Ну Знаешь У нас Можно Попросить Специалиста По сжиганию Деревья Одну Мертвую Банши Отсылку Не понял Ну Это Сам Из Вова Это Сожгла Мировую А Это Скотина Ну Да Я Понял Так Ну Получается Эльдар Рассказали Правильно Ну То есть Это Все Произошло Ближе К 25 Тысячелетию Правильно Правильно А Сколько Воевали С Восстания Машин С 20 По 25 Или Как Не Сказали Сколько Ну Тогда Возьмем Условно Где-то От 500 До Тысячелетия Причем Война Была До Падения Эльдара Да То есть Это Получается Где-то 23 Нет 23 Тысячелетия Это Еще Темная Эра То есть Где-то 24 25 И В 25 Том же Как Б Ну И Случился Коллапс Эльдаров Родился Слонеж Подожди А там 5000 Лет Было Эра Раздора Или 10 Вроде Вроде 5 Бля У меня Уже Мозги Плавятся Под Ночь Раздор Вархаммер Так Давай Посмотрим Сейчас Вернусь Так Блин О Во История До 15 Человечества До 15 Тысячелетия Ага До 15 Тысячелетия Была колонизирована Лишь Солнечная Система Проведена Терраформирование Марса Погоди-ка Буквально Лет за 10 тысяч Людишки Заполнили Всю Галактику Между 15 И 18 Тысячелетиям Продвижение Технологии Позволило Кораблям Развивать Суб Световую Скорость Поэтому Колонизация Соседних Звездных Систем Стала Реальностью Между 18 И 22 Были Забретены Вардвигатели На просторанство Через которые Они Переносили Корабли Оказывалось Очень плохо Влияние На экипаж Плоть до Ну понятно Между 22 И 25 Тысячелетиям Где неожиданно Пришла В голову Идея Неизвестному Неизвестно Почему Среди людей Стали появляться В сайтере Хотя раньше Были Как тебе Такая идея Люди Это Главная Чума Нурглов Нурглов Против Эльдаров Прикольно Смотри Эльдаром Чтобы Заполнить Галактику Потребовалось Я не знаю Сколько Миллионов Лет А людям Всего Откуда ты знаешь Как они быстро Заполнили А потом Стали ленивыми Подозреваю Учитывая то Что у них Очень мало Детей рождал Рождалось Рождается И вообще У эльфов Обычно Очень плохо Все с дитрождением То я считаю Ты мне слышь Да Учитывая то Что эльфов Очень плохо Все с дитрождением То Я думаю Что все таки Дело было так Что Пока Эльдарская Эльдарская Дева Там Поломается Еще что Нибудь Пройдет Там сотни Две сотни Лет А человеческая Родилась О Готова Давай еще 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 Ищ И так Постраняется По экспоненте Так вот На порой 26 тысячелетия Распутности Эльдар Ну ты понял На начале 26 тысячелетия Короче 5000 лет Если не ошибаюсь Как раз таки В начале 31 тысячелетия Закончился Великий крестовый поход Правильно? Буквально Первое Первое столетие 31 тысячелетия Там первые Что-то 50 лет Было Ну то есть Логично предположить То что Объединительные войны В середине 30-х были 30-го тысячелетия Все Таймлайн Встал на место Чем мы там Занимаемся За бэквахи Базарим Ну так вот Получается Около 5000 лет А Ну и собственно Естественно Естественно От рождения Слайонеж Родилось Очко ужаса И По всей галактике Разразились Ебейшие Варп шторма Блин Тут сейчас Только новые Карты С этим Очком Ужаса На полгалактике Кстати Думаю Как его там Цикатрикс Маледиктум Назвали Или как его Да Цикатрикс Ебать Ебать Я тащу Я назвал Цикатрикс Маледиктум Правильно До того Как открыл Карту На которой Оно написано Просто Бог Бог Бэка Прости Что ты там Говорил Неважно Да Да ладно Ну не грусти Говорю Что Слава Знаешь Пельцом Задел Такую дыру Что Было Что Ебать Ну Да Древний Мэм Древний Но это Скорее Про Слонешитов Где-то Тут у меня Была Карта Блин Вот Крик Тут где-то И карта Будет Кустодес Так Карта 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 Кади Карта Есть Блин А тут Нету Ни Одной А вот Да Вот Собственно Тер Я На Стриме Показываю Ты Хуешь Увидишь Естественно Ну и Кадианские Врата А я Кстати Не понимаю А чё Кадианские Врата Чё Не были Такими Особенными До того Как Секатрикс Маледиктум Появился Строс Опять Отходил Нет Нет Я Просто Задумался Типа Говорили То что Это Единственный Проход Между Через Очку Ужаса На Другую Сторону Но Тут Как Бо И Облететь Можно Единственный Стабильный Проход А В Остальное В Остальное Время Ты Не Только Знаешь Когда Долетишь И Вообще Долетишь Не Не Известно В Каком Времени Вы Вы Плавишь Ну Так Как бы Очку Ужаса Оно На Краю Галактики В Сегментом Обскурусе Задавай Вопрос Не Мне Единственное Что Я Знаю Что Это Единственный Стабильный Проход Через Куда Он Ведет А Хер Узнает Ну Там Есть За За Этим Самым За Очком Ужаса Там Еще Маленький Такой Регион Звезды Гало И The Эй Оф Террор А Это Есть Око Ужаса Ну Короче Звезды Гало За Очком И Как бы Между Очком И Террой Точнее Между Звездами Гало И Террой Как раз Очко Ужаса Наверное Между Ними Через Скадью Летали Через В этом Сегмент Это Не Сегментум А Просто Сегмент Как то Так Получалось Так Сейчас Еще раз Карта Так Сегментум Обскурс Да Все Правильно Ну И Из-за Того Что Появились Ебейшие Варшторма Сообщение Между Планетами Стало Невозможно Так Как Летать Варпе Невозможненько И Кстати Я не очень Понимаю Из-за того Что Поле Гиллера Не спасало Или Просто Навигаторы Терялись Еще Вопрос А Как они Ориентировались Без Астрономикона Это Вопрос Вообще Ни разу Почему-то Не всплывал Никогда В Ахе В кодексах Никто Что Его не Задавал Просто Как Ориентировались Как Эхер Ну Были же Старые Самые Звездные Карты То есть Есть же Такая Термин Как Ну Не термин А факт Что Ну Начинался Крестовый Поход По Заранее Проложенным Маршрутам Транспортным Которые Сохранились В каких-то Звездных Атласах Ну Узна Возможно Ну И В целом Те Маршруты Которые Были Намечены Еще В Эпоху Как Эру Древних Техно Или А Эру Темных Техно Господи Все По Этим Маршрутам И Сейчас Летают То есть Оно Продолжается Только Вот Вопрос Из-за Чего Они Перестали Летать Из-за Того Что Полигейлер Не Спасало Или Из-за Того Что Навигаторы Терялись Может И то И то Кто Знает Ну В целом Многие Планеты Были Абсолютно Несамостоятельными То Есть Межзвездной Торговли Может И Не Было Но И И Интеллект Сам Толкал Товары Тудым Сю Дым Плюс После Всех Этих Войн С Искусственным Интеллектом На Некоторых Планетах Ну Реально Нифига Не Осталось И Они Начали Неплохо Так Загибаться И Там Уже Кто Как Выживал По Одиночке Некоторые Кто Смог Как То Сохранить Хотя Б Суб Световые Космические Перелеты Могли Внутри Своей Солнечной Системы Делать Маленькие Межпланетные Империи Ну Или Хотя Б С Лунами Связываться То Есть Таких Примеров Много Ну В целом Была Полная Анархия Ну И Наверное Про Анархию Расскажем Уже В следующий Раз Это Уже Пол Десятого А Мы Тут С Шести Но По Московскому Времени Сейчас Еще Позже Так Что Это Уже Наверное На Следующий Раз Стросяндиус Стросяндиус Завтра Продолжим Ну Может Быть